Премьера первого в России интерактивного фильма «Одноклассники.ру» стала еще на один шаг ближе. Завершился очередной этап конкурса «Актерский кастинг». За право стать героем настоящего фильма соревновались почти 100 тысяч интернет-пользователей. Было отдано около миллиона голосов. Мы выбрали пока топ-5 по голосованиям зрителей, они получат уже свои призы от «Одноклассников». А дальше мы будем отбирать по типажам, так как мы полностью закончим сценарий. Победители, которые определятся в жаркой борьбе, отправятся на физический кастинг в Москву. Именно там счастливчики смогут раскрыть свои таланты в полной мере и доказать экспертной комиссии, что именно их должны показывать все кинотеатры страны. Это может быть роль эпизода, это может быть массовка, это может быть второго плана. Все зависит от того, кто придет. Для тех, кому пока далеко до Миронова и Раневской, еще не все потеряно. Уже на следующей неделе на базе социальной сети рабочая группа запускает третий этап. Конкурс на саундтрек к фильму. И если с детства все соседские бабушки говорили вам, растет второй Чайковский, you are welcome. Это ваш шанс, присылайте музыкальный материал, мы его слушаем с огромным удовольствием. Возможно, если это то, что надо на ужин, это попадет в основной саундтрек к фильму. Как саундпродюсер фильма, Тимати будет лично следить за ходом событий. И как знать, возможно, в ближайшем будущем компания Blackstar пополнится еще одним исполнителем. Вдруг обнаружится какой-то самородок. Будешь его дальше как-то откручивать, продюсировать? Касательно продюсирования мы, естественно, подумаем. Посмотрим, есть ли у нее еще в зонбассе 2-3 таких самородок. Что было в перспективе роста. Вот так силами интернет-пользователей создается настоящее кино. И на глазах многомиллионной публики рождаются новые звезды из народа. Яна Горн, Андрей Скрипкин, Муз-ТВ.